В литературе и кино не раз задевали тему сумасшествия в космосе. В книге автостопом по галактике Дугласа Адамса «Тотальный вихрь» худшее наказание, которым можно подвергнуть существо. Когда вас помещают вихрь, перед вашими глазами на один-единственный миг предстает во всей своей целостности невообразимая бесконечность мира всего сущего, и где-то в ней мигает крохотный-крохотный огонек, микроскопическая точка на поверхности микроскопической точки, обозначающая ваше местоположение. Воздействие длится считанные секунды, а следы остаются навсегда. В фильме «Луна-2112» у астронавта Сэма Бэйла начинается расстройство психики из-за одиночества. В книге Айзека Азимова «Марсианский путь» для героев широко известен факт, что в космосе нельзя оставаться больше, чем на полгода, иначе сойдёшь с ума. А в «Интерстелларе» Мэтт Дэймон нападает на Мэтью МакКонахи, чтобы снова вернуться на Землю. Ещё до того, как люди стали летать в космос, никто не представлял, насколько эти безграничные просторы и изоляция могут влиять на психику человека. На корабле «Белки» и «Стрелки» стояла телекамера, которая транслировала, как ведут себя собаки во время полёта. Всего они сделали 17 витков вокруг Земли. Однако после четвёртого «Белке» стало нехорошо. Её тошнило, она беспокоилась и лаяла. Хотя по возвращению на Землю состояние собак пришло в норму, медики всё же задумались. Вдруг то же самое произойдёт и с человеком? Ясно было одно – полёты – это большой риск. Корабль «Восток» был рассчитан на автоматический полёт, но в случае ЧП пилот должен вручную сориентировать корабль. Оставались опасения – вдруг на орбите он сойдёт с ума. Для верности, перед полётом Юрию Гагарину предоставили запечатанный конверт. В нём находился листок с математической задачкой. Решить её нужно было на орбите. И её ответ как раз и являлся кодом, который разблокирует ручное управление. Если разум пилота не пошатнулся, то он решит задачу. В реальности космонавты показывают себя твёрдыми и уверенными даже в стрессовых ситуациях. Нил Армстронг, отрабатывая посадку на Луну, успел катапультироваться за полторы секунды до столкновения с Землёй. После аварии он спокойно пошёл и дальше работать, как ни в чём не бывало. Отсутствие хоть какого-то аффекта на его лице показалось странным даже для коллег. Но, конечно, риски есть всегда. В 1973 году на 90 минут была прервана связь с американской орбитальной станцией Skylab. В Центре управления полётами этот жест приняли за бунт со стороны членов экипажа. Однако всё произошло не специально. Астронавты решили, что утренние брифинги с Землёй лучше проводить по очереди. И вновь, когда должна была появиться связь, никто так и не ответил Земле. Дело оказалось в хронической усталости. После этого случая Ацуб всё же согласился дать астронавтам чуть больше самостоятельности и ослабить над ними хватку. Производительность астронавтов улучшилась, они сделали даже больше, чем предыдущий экипаж. «Мы были перегружены», позже писал астронавт Вильям Поуг. «Целыми днями мы чем-то занимались, вкалывали как проклятые». Работа бывала утомительна и скучна, но зато какой вид был из иллюминаторов!» В 1976 году командир и бортинженер советского корабля «Союз-21» вдруг сообщили о каких-то посторонних запахах. Им не помогли ни системы очистки воздуха, ни рекомендации медиков. На следующий день бортинженер уже не мог работать, из-за чего полёт на станцию «Салют-5» прекратили досрочно. Как оказалось, такая реакция экипажа была вызвана стрессом. Космонавты о нём знают не случайно. Огромные массивы работы и сбитые биологические часы из-за рассвета 16 раз на день. Исследование 2014 года показало, что 78% членов экипажа принимали снотворное во время полётов шаттлов. На крайний случай в аптечке МКС есть нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы. Учёные НАСА опубликовали 123-страничный отчёт только о том, какие могут быть риски для психического здоровья, связанных с космическими полётами. Самая малость – это постоянная готовность к подвигу изоляции шумно-орбитальной станции, величина которого выше допустимого уровня 70-80 дБ. Как сказал советский космонавт Георгий Гречко, каждый длительный полёт в космос – удар по здоровью, иммунной и всем системам организма. Но когда ты молод, силён, что такое год-другой потерять ради исполнения невозможной мечты. Так что если хотите быть здоровым, не надо учиться, защищать диссертации, летать в космос. Будете здоровыми, как бык. Пожалуй, первые, кому приходилось работать в похожих условиях, в среде низкой температуры и изоляции были участники полярных экспедиций. Их опыт помогает собрать нужные рекомендации для космонавтов и всех, кто будет причастен к экспедиции на Марс. Десятилетия исследований в отдалённых точках мира закрепили за собой репутацию мест, которые сводят с ума. Чего стоит страшная история корабля Бельжика, что застрял во льдах моря Беренцгаузена в 1890-х годах. Рассказы о полярном безумии были настолько распространёнными, что в 1928 году, когда исследователь Ричард Бёрн готовился к своей первой экспедиции в Антарктиду, он взял с собой два гроба и 12 смирительных рубашек. Хотя условия труда улучшились, случаи полярного безумия всё равно происходили. Учёные связывают это явление с комбинацией факторов. Холод и темнота, которые нарушают циркадные ритмы и гормональный баланс, изоляция, монотонность и конфликты среди небольших групп, вынужденных проводить много времени вместе. Впрочем, тем же риском подвержены и участники экипажа, которые будут бороздить космос навстречу Красной планете. Полёт на Марс в один конец займёт около 9 месяцев. Прежде чем вернуться домой, участникам придётся провести там ещё 3-4 месяца. Им нужно учитывать расположение Земли и Марса так, чтобы полёт был наиболее энергоэффективным. На расстоянии будут и задержки сигнала. Из-за этого членам экипажа придётся планировать свою работу и решать проблемы самим. Участники могут страдать ещё от периода отсутствия точки привязки. Это когда уже не видно Землю, но ещё и не показался Марс. Кромешная тьма, в которой не сориентироваться, может сильно давить психологически. Может появиться и феномен третьей четверти. Это когда спустя половину срока на станции появляется усталость, напряжение и потеря мотивации от того, что предстоит столько же работы. Ещё один неприятный фактор – сенсорная депривация. Это частичное или полное прекращение внешнего влияния на органы чувств. Оно возникает при изоляции в замкнутом и однообразном пространстве. На подводной лодке, полярной станции и на космическом корабле, где ещё добавляется невесомость. На такую монотонность психика сама создаёт себе яркие образы. У человека возникают галлюцинации и яркие сны. Психика шатается от депрессивных состояний до эйфории. Но многие невзгоды ничего не значат, если команда не даёт друг другу впасть в отчаянии. В 1914 году во всех лондонских газетах появилось объявление «Требуются люди для участия в рискованном путешествии». Маленькое жалование, пронизывающий холод, долгие месяцы полной темноты, постоянная опасность, благополучное возвращение – сомнительно. В случае успеха, честь и признание. Его разместил сэр Эрнест Шеклтон. Он собирался пересечь весь антарктический материк в самом узком месте на дистанции 2900 километров. Добравшись с отрядом до побережья Кэрда, судно застряло во льдах и дрейфовало 10 месяцев, прежде чем его раздавил многолетний лёд. Предварительно Шеклтон приказал своим людям забрать с корабля личные вещи, не больше одного килограмма на человека. Исключение он сделал только для Леонардо Хасси. Он развлекал всю команду игрой на банджо, чей вес был 5 килограмм. Следующие мучительные месяцы он помогал поддерживать дух работяг еженедельными концертами и пением. «Это жизненно важное лекарство», – сказал Шеклтон о музыке, «и оно нам понадобится». Два года они сражались с холодом, изоляцией и полярной ночью. Чудом, Шеклтон с небольшой командой проплыли на шлюпке за 16 дней 1300 километров до китобойной базы, где попросили о помощи. За два года он не потерял ни одного своего человека. И всё же большинству космонавтов полёты подарили опыт, который изменил их мировоззрение. Учёные называют это эффектом обзора. Глядя на хрупкую и прекрасную планету среди бескрайней тьмы, космонавты ощущают единство всех людей и природы. Например, Рассел Швейкард, участник Аполлона 9, ведь осознал, насколько мы иррациональны в своих эгоистичных заботах. Совершая кругосветное путешествие всего за полтора часа, ты начинаешь осознавать, что ты представляешь целый мир. И это всё меняет. Отсюда тебе открывается мир целиком, и он прекрасен. И тебе хочется, чтобы можно было взять за руку по одному представителю каждой страны и сказать им, посмотрите на мир отсюда, посмотрите хорошенько, видите, что действительно важно. Космонавт Сергей Крикалёв, который пробыл в космосе 803 дня, что является мировым рекордом, дал нам такой совет. Старайтесь помогать друг другу. На мой взгляд, то, что мы делаем в космосе, хороший пример того, как должны жить люди на Земле. Знаю, что иногда люди начинают споры без особой на то причины. Но опять же, если ты находишься и в без того агрессивной среде, ты полагаешься на тех, кто рядом, и стараешься помогать. Именно так мы и живём в космосе. Бледно-голубая точка на снимке – это наша Земля на расстоянии в 6 миллиардов километров. Её сделали с помощью зонда Voyager 1. Идея фотографии принадлежит американскому астроному и астрофизику Карлу Сагану. Спустя 4 года после её публикации он напишет книгу «Голубое пятнышко. Взгляд на космическое будущее человечества». Это голубая точка, вызов нашему позёрству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во Вселенной. Говорят, что занятие астрономии воспитывает смирение и характер. Вероятно, ничто так не демонстрирует бренность человеческих причуд, как это далёкое изображение крошечного мира. По-моему, оно подчёркивает, какую ответственность мы несем за более гуманное отношение друг к другу, как мы должны хранить и оберегать это маленькое голубое пятнышко – единственный дом, который нам известен. Истин. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!